В качестве введения, друзья, предлагаю обратиться к двум темам и вспомнить, как обычно, о том, что все отдельные частные вопросы рассматриваются в рамках общей картины, отраженной в схеме один. Божий замысел состоял в том, чтобы его народ был в назначенном им месте, под его властью, жил по его законам, в его святом присутствии и любви. На прошлой неделе мы изучали одну из важнейших тем Священного Писания, которое охватывает значительную часть вышеперечисленного, а именно, тему царства. И отмечали, напомню, в качестве повторения, что это, в первую очередь, правление Божие, осуществление этого правления в динамике, и только во вторую очередь, та сфера, та область, в которой это происходит. Мы проследили данную тему на историческом отрезке от сотворения до исполнения. В Эдемском саду это царство функционировало в, так сказать, идеальной форме. Там все было гармонично. Потом этот порядок встретил сопротивление, в результате чего произошло грехопадение со всеми его печальными последствиями. Однако Бог предусмотрел искупление. Он намеревается восстановить свое правление, свой порядок и некогда утраченные отношения со своим народом. Осуществиться все это должно через Христа, и в конечном итоге завершиться сотворением нового неба и новой земли. Во Христе будет одержана победа над смертью и злом, как мы читали в нашем отрывке из 1 Коринфянам 15. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». На этой неделе мы исследуем две темы. Две, поскольку они не так обширны, как тема царства, а значит, мы можем рассмотреть два вопроса. Предварительно скажу, что они разбиты на три раздела. В первом из них мы поговорим об изгнании, опять-таки на временном отрезке от Бытия 3 до Откровения 22. Во втором исследуем тему покоя, Бытия 1-Откровения 22. А текст для анализа будет взят из Исхода, то есть из послания к евреям, главы 3 и 4, где тема покоя основательно обсуждается автором данного послания в контексте Нового Завета. Ну что же, приступим к части 1, тема «Изгнание». И начнем с «Изгнания людей из Эдемского сада», описанного в 3 главе книги Бытия. Айен Дугит, по-моему, так произносится эта фамилия, говорит следующее по теме «Изгнание». Это цитата из его статьи, посвященная теме «Изгнание» в новом словаре библейского богословия. Новый словарь библейского богословия. Он говорит, «В богословском смысле быть в изгнании значит испытывать боль и страдания от осознания того, что у тебя есть дом, в который в настоящее время по каким-либо причинам ты вернуться не можешь. Быть в изгнании значит испытывать боль и страдания от осознания того, что у тебя есть дом, в который в настоящее время по каким-либо причинам невозможно вернуться. Автор утверждает, что понятие «изгнание» присутствует «бытие 3», хотя терминологически оно не обозначено. Ту же самую мысль мы уже отмечали применительно к понятию «царство». То или иное понятие, например, «царство», может быть отражено в Священном Писании без соответствующего наименования на древнееврейском или греческом языках с его дальнейшим переводом на другие языки. Таким образом, Дегид правомерно утверждает, «изгнание Адама и Евы из Идамского сада представляет собой архетип всех последующих изгнаний». «Изгнание Адама и Евы из Идамского сада представляет собой архетип всех последующих изгнаний». И он цитирует «бытие 3.24». На мой взгляд, такое мнение вполне обосновано. Если мы обратимся ко второй главе книги «бытие», то увидим там образ совместного пребывания Бога и человека. Бог приходит в сад и разговаривает, как собеседник с Адамом. В «бытие» мы читаем, что Адам пребывал в присутствии Божьим. Так в «бытие 2.15» написано, «И взял Господь Бог-человек и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог дает человеку предписание, вступая с ним во взаимоотношения, в общение. Однако после грехопадения, «бытие 3», Бог в результате произошедшего, если вы помните, задает вопрос, записанный в 8 и 9 стихах 3 главы. «И услышали, то есть Адам и Ева, голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Отсюда явствует, что одно из следствий грехопадения — желание скрыться от Божьего присутствия. Скрыться от Божьего присутствия. И к чему в конечном итоге все это приводит? К разрыву отношений, к противлению Слову Божьему, если говорить в терминах царства. Грехопадение ведет к изгнанию из Эдемского сада, к утрате Божьего присутствия. В 24 стихе 3 главы мы читаем, «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Отныне Адам и Ева лишены Божьего присутствия. Отношения с Богом разорваны. Связь утрачена, а херувим и пламенный меч служат символами этого изгнания. Учитывая это, я поддерживаю мнение Дегида о том, что само понятие изгнания в Бытие 3 присутствует и что оно служит архетипом всех последующих изгнаний. А таковые, как мы с вами увидим, далее будут. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok